здравствуйте друзья спешу поделиться впечатлениями от иммиграционной программы дональда трампа которую изложил вчера в штате аризона и давайте я предшествую немножко историю значит совершенно неожиданно но как бы никто не знал во вторник вечером сообщили об среду трамп уже был в мексике где разговаривал с мексиканским президентом в течение часа у них был разговор президент приглашал и и трампа и хиллари клинтон поговорить там обсудить как бы но обычно всякие такие знаете международные дела готовятся очень сильно там аппарат работает там согласуют там позиции со совместные заявления там и так далее но тут задача была совершенно другая и у того и у другого значит одному надо было показать что он тут за америку ответчика другому что он на мексику в обиду не даст в общем вот так они на таком политическом вот уклончики оказались вот и туда и покатились вместе в эту встречу неподготовлено тоже существенно было просто сам факт существенный был факт того что они встретились они тоже что они до чего-то там договорились поэтому вот он так резко снимается летит в мексику тут же из мексики он в тот же день они часок поговорили маленькая такая но нет даже не пресс-конференция сообщение для прессы там пара вопросов ответил сели в самолет и полетели дальше полетели в аризону он не один там был там и висим президент ну кандидат вице-президента и там бывший мэр нью-йорка джулиани так они налетели такой компании дальше они летят значит в аризону а когда делали совместное там заявление для прессы значит трамп сказал что вот мы там обсудили этот президент я вообще считаю его своим другом теперь то есть он вообще добился больших успехов можно сказать и мексиканцы которые за него голосовать не хотят должны понимать что как бы свой парень там чуть ли не мексиканец в мексике волна протестов потому что он их там как только не назвал мексиканцев и насильниками и грабителями и там но в общем досталось им вот и в общем так вот так налетом туда сюда и его спрашивают так да он говорит что забор нужен и вот надо не только америку но и мексику тоже надо защищать от нелегалов которые идут из центральной америки что правда вот хотя мексика с ними довольно строго обращается на сказать в отличие от сша и вот да и там его оплатить то за стену кто будет это это краеугольный камень как бы его пропагандистской компании то есть мексика да говорил он раньше будет платить мы не просто поставим забор а еще и мексика платить за него будет да и идея забора значит я напоминаю тем кто может там не в курсе идея забора не принадлежит трампу и забор согласовали уже три года назад демократы и республиканцы в сенате когда готовили реформу уже согласовали этот забор и забора до сих пор нет только потому что республиканское большинство палате представителей отказалась поставить на голосование эту реформу уже бы давно забор стал вот мы бы сейчас разговаривали а забор боже был на месте не вышло и вот какая-то такая новая неожиданно оригинальная идея с забором такая запылившийся и и могут ну так платит так туда новое в этой идее то что платит мексика это конечно нетривиальный ход и трамп но мы не обсуждали кто платит мы в принципе говорили что забор нужен вот это наша не последняя встреча так что вот стану президентом значит а мы еще повстречаемся все вопросы порешаем вы только в принципиальном плане так сказать договорились что забор нужен и тогда но дело в том что в планы мексиканского президента вовсе даже не входило показать что он со всякой сволочи там значит якшается и братается ну так якшается да потому что отношение мексики с соединенными штатами не не зависит важность этих отношений не определяется тем кто в белом доме но чтобы вот так с ним братации в губы целоваться и значит там ну как бы свой народ там пальцем вниз показывать такого нет короче ну вот как бы острый вопрос о том кто платит значит был обойден дальше они летят в аризону там собирается толпище значит в этой толпище выступает там несколько человек один за другим вот там и джулиани там выступал и вот значит там кандидат вице-президент и потом уже выходит сам трамп а я смотрел это по блумберг тиви я как раз сидел в офисе и в это время все это транслировалось я так одним глазом посматривал вот и дальше что значит выходит трамп и говорит мы там построим забор да он как у нас программа и так 5 основных пунктов в этой программе вот слушайте внимательно пункт 1 мы построим забор кричит толпа значит построим забор да и он там будет и сверху там будет летать над забором и под забором то будут стоять там датчики чтобы тоннели не копали в общем такой забор построим как бы гордость нации будет наш забор и дальше он говорит два часа там три часа спустя после того как он в мексике выступал хочет он говорит и за забор этот заплатит мексика значит заплатит мексика и и там некоторые такое замешательство потому что вроде он только что же там не не прошло же но буквально никакого времени вообще не прошло когда он сказал что мы пока не обсуждали тогда то есть этого что там он и заплатит об этом мексика будет потом такую небольшую паузу делают так смотрят и говорит они еще об этом не знают говорит он но платить будут они толпа радуется там я не знаю действительно что я хочу сказать что я вот думаю что так да ну естественно президент потом мексиканский он естественно все это отрицает и там да он на самом деле говорит что и как только мы с ними собрались и возникла речь о заборе тот раз вам мы за забор платить не будем сказал то только первое что я сказал трампу это то что я за забор платить не буду вот поэтому я что хочу сказать вот прямо вроде но как казать уровень то высокий да вот но но я надеюсь он не станет президентом вот но но дело не в этом но уже она почти там осталось два человека пойти вот такой уровень и тут президент мексики а здесь вот значит такие чуваки а а натурально наперсточники приводите вот прямо вот так раз там на персток туда на персток сюда на персток туда на персток сюда поднимает на персток а там пусто нету шарика понимаете нету и да так что что я хочу сказать да а надо сказать что в мексике он выглядел очень прилично в отличии от того как вот он когда выступает такой клоун подвыпивший значит в мексике он выступал очень прилично он прилично смотрелся он так серьезным лицом был и ничего такого не сказал лишнего если он все читал по бумажке то есть у него сейчас новые новая администрация в его компании в избирательной ему видимо запретили говорить от себя вот поэтому он теперь когда говорит он по написанному еще есть такие шпаргалки такие электронные называется телепромптер они так стоят вот из зала до из зала такая вроде пластиночка на чтобы на нее бумажку поставить такая прозрачная даже вот не видно такая стоит а по ней значит буковки бегают там когда сзади смотришь там видно есть фотографии очень так нашумевшая как стоит значит трамп сзади сняли а у него там бежит а он с таким видом исполняет но артист чаймы не исполнил во всяком случае у него проблема была в том что от себя тело порол вот а тут вот значит там он очень хорошо прочитал очень хорошо прочитал человек растет да ну в общем такая вот история хотел с вами поделиться я не стану это запускать в разряд дежурный по америке я не дежурю а так просто значит делюсь делюсь впечатлениями что у него там в этой программе еще если кому интересно ну как бы такой строгий наезд на тех кто тут уже в америке нелегально строгий наезд на тех кто с криминальным там прошлом или какими-то значит рекордом криминальным строгий наезд на тех кто по визе лишнего тут в стране то есть не только те кто границу перешел нелегально но те кто нарушил сроки пребывания соединенных штатов да ой там у него замечательно еще был момент я я должен вам рассказать значит он говорит вот есть люди которые норовят попасть в страну в нашу которые не любят нашу страну при этом и наших людей вот этих не пускать и на самом деле вы когда проходит процедуру всякую вы там пишите что подписываетесь в том что вы признаете конституцию там и так далее то есть как бы основные так сказать правила жизни в стране но он вот есть такие гаджи к нашу страну рыночек лезут а сами нас не любят и надо ввести какой-то назвал идеологическая сертификация вот дословно узнал идеологическую сертификацию ну а и мне мне стало очень смешно когда это все и там софия проходил где что такое я говорю да вот говорю трамп предлагает ввести идеологическую сертификацию новых иммигрантов с тем чтобы те кто не любит нашу страну и народ не пускать и софии как разумный человек говорит а что как-то можно это определить я говорю как ты вы еще не слышали что ли есть такие угольники немцы придумали такие вот угольники череп измеряет вот уже все придумано знаете и сразу видно там кто наш кто не наш вот и софия не поняла что я шутил они они этими угольниками определяли неполноценные народы в частности евреев вот как понять там еврей или не еврей а там же существенно было что если он хотя бы на она там на четверть евреи то уже подлежал уничтожению поэтому вот как понять угольниками там что вы чек еврей вот они придумали наука целая была там по составу крови там еще чуть вот и я думаю ну наверно какие-то достижения вот тридцатых годов они могут попробовать как-то употребить для идеологической сертификации эмоции таки народ просто неистовство народ просто радовался да так что интересно я хочу сказать что существенным этом во всем на самом деле если брать сухую остаток положительный является то что вопросы иммиграции миграционной реформы изменения системы и так далее вышли настолько на первый план что уже нет никакого сомнения что будут сделаны титанические усилия с обеих сторон чтобы как-то изменить вот то что сейчас есть как они это называют демократы любят выражение broken immigration system ну все все говорят не только демократы broken да значит immigration system им предстоит договориться на уровне там на уровне законодателей так давайте но клинтон в частности грозится что если законодатели будут выпендриваться то она декретом президентским это сделает хотя у обама уже есть один такой декрет который конституционный суд признал не конституционным поэтому тоже он там хотел как раз вот по иммиграции хотел там оприходовать кучу народу так пять с половиной миллионов человек хотел легализовать вот так декретом хотя по конституции это прерогатива конгресса так что большие интересные события ждут нас друзья вот такой вывод я делаю из того что вчера послушал сегодня попытался почитать что люди об этом пишут и как-то настолько не интересно никому ну так вот пишут что в общем такой вот ну да вот ну сказал он ничего нового не сказал то есть такой помпой с такими понтами я думал сейчас что-то скажет уже знаете уже что-то скажет они опять раз на персток туда на персток сюда на персток туда на персток сюда раз а шарика нет вот так друзья счастливо